доброе утро моя семья моя интернет семья всем доброго доброго утра а сегодня я хочу вам показать кое-какие строчки меня одна девочка просила объяснить что это давайте посмотрим это в той части библии где новый завет к евреям глава 9 стих стих 8 вот сим дух святой показывает что еще не открыт путь в осветилище доколе стоит прежняя скиния она спрашивает объясните и дальше прочитать она есть образ настоящего времени в которой приносятся дары и жертвы немогущий сделать совести совершенными приносящего и так далее я попытаюсь вам объяснить действительно для тех кто только взял в руки святое писание и пытается действовать сначала будет сложно а потом шаг за шагом потом когда вы второй раз будете читать третье когда вы выписываете и провозглашаете фразы нужные вам в доме то процесс начинает идти подключается внутренний святой дух и он вас ведет по святому писанию и вы тогда понимаете но всегда всегда я согласна с вами должен быть кто-то кто должен объяснять я не могу вам объяснить может быть я не знаю того но как я чувствую я вам скажу то что написано дух святой показывает что путь в святое святых не открыт пока прежняя скиния это ее внешняя часть по-прежнему стоит и почитается внешняя скиния это прежняя скиния внешняя скиния пока ее внешняя часть имеется ввиду то есть ветхозаветная скиния она состояла из трех частей внешний двор святилище и святое святых это внутренняя комната три еще раз внешний двор святилище и святое святых внутренняя комната и вот только первосвященник мог войти в святое святых потому что оно было наполнено божьим присутствием человек также триедин как и все три едины что это значит един внутри что же это такое а потому что раз вы дух иначе вы не могли бы не мыслить не два вы имеете душу три вы физическое тело вы можете себя пощупать вот и все в сегодняшнем стихе проводится аналогия между скинией и человеком и говорится что пока внешняя часть скинии это значит душа и тело почитается путь в святое святых дух внутри который дух который вот нас ведет когда мы открываем двери для работы бога молитвой или провозглашением или чтением святого писания вот тогда он работает только тогда вот путь в святое святых закрыт закрыт пока внешняя часть скинии именно тело ваше с душой почитается это свое тело сильно почитать проще говоря если мы следуем плотским желаниям мы не можем находиться в присутствии бога например если я злюсь там кто-то изрыгает плохие слова мат в основном да чаще всего никогда не сможет ощутить божье присутствие никогда в какой бы церковь не ходил матершиник где бы он не сидел как бы не сможет его будет отталкивать от всего этого отторгать он неуютно себя чувствовать будет его душа будет стыдиться физическое тело не там голова начнет болеть еще что такое что-то не то или громкая музыка или наоборот слишком тихая музыка или еще физические какие-то такие вещи он будет слышать и думать да нет нет потому что есть физическое есть вот эта душонка но нету духа не начал работать дух вот что происходит дух закрыт пока вы думаете а сегодня я и делаете то что вам хочется а не переламываете себя и не меняете полностью себя как только вы переломали вот это вот все с греховным что было связано и стали жить в унисон с тем что написано святом писании все меняется абсолютно и жизнь и вы открываете эти каналы небесные и на вас поток благословений и вам уже не интересно не то политика чего вы их видите совсем с другой стороны они для вас смешны потеряны потеряны навсегда это пустые пустышки вот почему слово такое пустышка она вроде живое она вроде ходит а святой дух ничего общего с ним закрыт у них просто закрыт начисто вот и все и вы понимаете что вы с ними никогда не увидитесь в райском саду потому что и мне не будет там мест не будет там места тем кто обворовывает божий народ не будет тем место как бы они не старались и вот они из себя выходя но устраивают вот такие вещи как помните никогда я не забуду тот момент когда нашли огромное количество в аргентине в посольстве россии это же министерство мид министерство иностранных дел этим заведовал огромное количество наркотического вещества тонну что ли полтоны занесли представляете это же в посольстве и тут же начался пожар где-то в кемеровской области тут же то есть тут же отвлекли внимание все где сейчас эти люди посажены ли они уволены ли те кто работал в миде в посольстве что что происходит есть что-то духовное за что можно было бы зацепиться нет понятно куда шло это убивать наших деток прямым прямо через посольство представляете как они работают вот это бесовщина вот это я называю бесовщин поэтому мне нечего даже говорить о них то мне пытаются написать мне с ними все ясно абсолютно все ясно и уже давно они мне смешны они поглощены полностью бесовским отродием и их место примерно догадываюсь где примерно а там каждому дается время пока они здесь пока они на земле если они так думают что я вот сейчас еще погрешу а потом покаюсь это ясное нет это прописано в святом писании вот такая ситуация прописано это не будет это уже все не хулите и не надейтесь бог поругаем не бывает нет если человек не знал грешил и не знал но узнав бога покаялся пришел это да все прощается тогда и немедленно людям всегда хочется все делать по-своему но они не должны следовать эгоистичным запросам своей природы уж тем более если речь идет о верующих во христа скажите я не буду поступать своевольно моих плотских желаний нет никакой власти надо мной если мы откажемся уступать своим эгоистичным вот этим побуждением мы почтим тем самым бога мы сможем входить в его присутствие смысл вот этого стиха до дух святой показывает что путь святое святых не открыт пока прежняя скиния ее внешняя часть по-прежнему стоит и почитается вот смысл стиха прост скажи нет себе и да богу вот в этом смысл весь это мне так кажется в библии сказано что мы мертвы для греха но дьявол жив его приманки нередко служит для верующих искушениям а приманок очень много знаете как я говорила скандал он по латыни скопогречески крючок скандал вот не ловитесь на эти крючки это была приманка для животных называлась она скандалом крючок от этого слова скандал не ловитесь на крючки почистите язычок и все такое скажи нет себе и да бога богу в библии сказано что мы мертвы для греха и вот омертвите себя для греха полностью умертвите себя для греха а дьявол жив и вот он конечно же как искушение для верующих он ходит там написано библии как рыкующий лев и ищет кого поглотить так вот не давайте ему не шанса ему тяжело с верующими справиться а вот с неверующими он справляется на раз два три его даже самый простой бесик справиться с неверующим заведет его в такие дебри что мало не покажет вот эти вот бесики они влекут приманки эти влекут их как запретный плод и решение отвергнуть их каждый понимает или и принимается вы как отвергаете или нет только вы можете это решить весена так что я бы сказала не следуйте своим плотским желанием и побуждением это ловушка дьявола почитайте господа а я люблю вас будьте благословены вы и ваши близкие долгой жизни вам в благодати божией дьявола почитайте